Привет, дорогие друзья! Ну что же, настал тот день, когда мой любимый муж будет отвечать на ваши вопросы, которые вы ему задали. Мы сейчас так долго готовились, чтобы все установить, чтобы вам было хорошо видно, все в фокусе, я надеюсь, все микрофоны включены. Пожалуйста, пусть все получится с первого раза. Дэкстар, спасибо. Чтобы вы понимали, мой муж к этому готовился не просто так, ладно, давай сядем, Саня. Это распечатанные вопросы, переведенные, тут даже есть пометки, но я их взяла себе. Если бы я так готовилась к каждому, я бы тоже назвала это эфиру, то, наверное, у меня бы на канале было больше подписчиков. То у меня была бы уже полноценная телепередача. Ну что, Ярва, как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Все хорошо. Ты готов отвечать на каверзные вопросы? Ну, может быть, да. Попробуем. Попробуем. Ну, давай, как ты мне и сказал, я сделала, как ты сказал, ты сказал, разбить на группы вопросы. Да. Да, я так и сделала. Спасибо. Значит, первая группа – это вопросы о тебе. Чтобы познакомиться, так сказать, кто это вообще Ярва. Ярва, каким спортом ты занимался в детстве? Ну, я играл в легкой атлетике. Когда я играл в легкой атлетике, я начал играть в гандбол. В гандбол я продолжал дальше. Где бы ты больше хотел жить – в Швеции или в России? В Финляндии. Нет, в Швеции или в России? В Финляндии. Нет, у тебя выбор из двух стран Ярва. А, я не знаю. Подожди, ты же знаешь, как правильно ответить. Ты знаешь, как правильно ответить? В Швеции. Да. Ну, где жена хотела бы, там бы я и жил. Да? Так же? Ну, честно, давай скажем. Самый счастливый день из твоего детства? Может быть, когда это была зима, я помню, я был, может быть, 13, 20, 13 или 11, и у нас была борьба в снегу, вот это, как я, гор снегу дома с папой. Мы играли там, в том, борьба, в том, уху, уху, уху. Это я всегда помню. Да? Ну. Каково это жить с женой иностранкой? Легко. Кто-то по гороскопу. Скорпион. Кем хотел стать и на кого учился? Ну, я учился на, как это, школе экономики в Финляндии, по отделу маркетингу. Я тогда не знал, что я буду, когда я… Экономистом хотела? Да, экономистом. Расскажи, как складывалась карьера, вы сейчас занимаете немаленькую должность, с чего все начиналось, как вы добились успеха? This one I'll take in English, because I can't probably explain. No, I mean, there's always luck involved, probably, but at the end of the day, I have a high ambition level, and I worked hard, and then I got some opportunities, and luckily I was able to be successful in those positions, and then I got some more responsibilities, and then it built up, but I didn't have a plan when I started working, that I would be like a general manager. Я думала, ты сразу, как родился такой, буду директором. Ну, я сказал, в моем первом интервью, когда я начал с ассистентом по маркетингу после школы, что ты хотел быть, когда ты будешь 30, тогда я хочу быть директором по продажам. Ну, в общем, вот это мой любимый вопрос. Как вы думаете, уважаемый муж Настеньки, что вы такого хорошего в жизни сделали, что вам досталось такое золото, как Настя? Хороший вопрос. Об этом я думал так сильно. Серьезно? Я не знаю. Я думаю, я только родился счастливой звездой. Под счастливой звездой родился? Да, я родился. Просто удачник. Удачник. Да, удачник. Так я думаю. Но тоже я очень харизматический человек. А, ну да. Может быть, это... Думаешь, я на харизму запала? Да. Что ты сделал в жизни, чем очень гордишься? У меня фантастическая жена, Настя. Это очень хорошо. У меня дочь, Яна. И через работу я учил на три разные страны. А, в трех разных странах. В трех разных странах. Ты больше любишь кошек или собак? Кошек. Ты любишь пельмени и борщ? Пельмешки очень люблю. А борщ? Борщ мне нравится. Это вкусно. Но если сравнивать пельмешки, окрошка или борщ, борщ на третьем месте. А на первом? Окрошка. Сколько языков знаешь? Говорил свободно по-фински, по-английски. Почти свободно по-шведски. Говорил по-русски раньше на уровне upper-intermediate, но сейчас это уже хуже. Ну да, забывается. По-немецки я говорил, но это базовое, я понимаю по-немецки. Но это не так хорошо. Пять языков. Умный какой у меня муж-то все-таки. Как будто не знала. Такой сюрприз. Это новости тоже? Как и почему вы учил русский? Я думал, если я живу в России, я хочу учиться русский язык. Это не было легко. У меня было все это время, когда я был в России, почти 7 лет. 6,5 лет. У меня был приватный пребывательный. Два или три раза в неделю. Ну, ты постоянно учился. Постоянно. Учился русский язык. Та не легко. Твой автомобиль мечты? Феррари. Ярм, если бы ты не был ограничен в финансах, что бы ты сделал? Ну, первое, если бы я не был ограничен в ресурсе, может быть, они были ограничены в какой-то уровне, я бы дарил половину моего счета, чтобы сделать что-то доброе в мире. Кто бы ты дарил это? Нет, я бы дарил это, может быть, к каким-то фундаментам, которые помогут по поведению, или делать исследования о будущем, или что-то подобное. Я бы дарил это, я бы дарил это к многим, многим, другим. Ну, животные. Ну, животные,当然. Но много, много вещей. Не только животные, х 비ters тоже. Не только животные, х тысяч тоже. Да. Да. И, если быいい, если бы не было работать, что бы я не что-то только в порядке, я бы хотела Encaraamy past жизнь, чтобы заниматься в мире, есть кtat cooler сизическим crop срок. То есть я должна уместить всю одежду, чтобы путешествовать вокруг мира? В маленькую сумочку? Нет. Есть один. Ладно, дальше. Сам едь. Я так не поеду. Вокруг мира на байке? Ну, конечно. Ага. Если холодно... Нет. Я так не поеду. Но я буду. А где мы всю одежду-то свою хранить? Это что? Нет. Ощущение для меня такое. Я поеду за тобой на машине, а меня водитель повезет за тобой на машине, я иногда поеду с тобой, а потом обратно все. Нет, нет, нет. Ты будешь... Да. Сзади меня. Да. Много километров будет. Ну, нет. Я так ничего-то нет. Я работал какой-то... И когда мы видим, вот такое место сейчас отдохнем, отдохнем. Может быть... Один день. Я от тебя такого не ожидала. Может быть неделю, может быть три месяца. Я от тебя такого не ожидала. Я думала, ты скажешь, чтобы я на байке ехала столько километров. Ну, ты же знаешь, я устану. И что ты будешь делать? Я буду ныть. Ну, в общем, как-то ты это не... Подумай еще. А что ты хочешь? Где? На нейдно глобальное, а? На нейдно. Ну, я бы везде путешествовала в первом классе. Ну, я бы летала, летала. Пила бы шампанское. Ну, и построила бы приюты для животных везде. Ну, да. Это бы глобально. Да. Это бы только теряя. Для себя, да. Да. Я бы летала просто везде. Меня там везде бы ждали водить. Я вообще... Нет, каким в первом... В некоторых местах, окей, я бы летала первым классом, но в некоторых я бы летала на своем самолете. Я хочу на своем самолете летать. Ну, не на байке ехать. У меня неограниченные финансы. Я такая... Может быть, может быть тоже. А я хочу свой самолет. Может быть, может быть. Ну, свой самолет у нас будет. Но вот там будет только в Одессе. Да. Но мы на байке. Опа. Иногда, иногда. Я никогда не летала на приватном самолете. Я была. А я нет. Ну, окей. Вот мне надо. Настя. Может быть, иногда мы хотим, чтобы вот это не... Зальем с байком. Байк тоже будет на... На самолете? На самолете. Ну, только можно, да, как вариант. Да. Договорились, что делать со всеми этими миллиардами. Любимая музыкальная группа? Да. Я люблю тяжелый рок. Я люблю металлика. Я люблю Red Hot Chili Peppers. Я люблю Guns and Roses. А кто твои родители? Есть ли братья или сестры? Ну, родители только нормальные люди. Работают в офисе. И никаких братьев или сестры. Ну, сейчас пенсионеры. Сейчас нет, да. Братьев и сестры нет. Да. Какие у тебя достоинства и недостатки? Что так было? Нет, просто расскажи. Сделав на камеру. Нет, я просто жду. Мне тоже интересно. У тебя нет терпения много? Да. Нет, нет терпеливый. Ну да, ты даже в очереди стоять не можешь. Да. И есть темперамент. Да, темпераментный. Но это неплохо. Ну нет, но это... Вспыльчивый, скорее. Не темпераментный. Ну, темпераментный тоже, но вспыльчивый. Что это вспыльчивый? Вспыльчивый? Вспыльчивый – это feisty. Ну да, это я. Да. Да. Но не всегда. Иногда. Но иногда. Да. Ну, хорошо. А достоинства какие? Ну, у нас сколько часов? Ну, хороший человек – вот это я. Вот. Просто хороший человек. Хороший человек. Не, ну я могу сказать какие у тебя достоинства. Что ты организованный. Ну, в смысле, не все по полочкам, как я организованный. А ты можешь решить любую проблему. Вот это вот, наверное, самое большое достоинство. Я и прям недавно думала, думала, оправдывать. Таких людей я больше не встречала. Ну, я не помню никого, кто бы не сказал, что… Я не знаю, что делать. Ну, обычно… Я такого никогда не слышала. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Потому что… Почему? Потому что ты знаешь, что делать. Почему? Потому что ты хороший человек. Потому что есть сису. Сису. А, да. Я не знаю, что это такое. Это финское сису. Что-то волшебное. Есть хобби, без которого ты не можешь жить? Спорт надо играть. Без спорта будет очень плохо. Мне. Потому что тогда чувствую плохо. Следующий подраздел. Вопросы про меня. Про меня. Потому что было очень много вопросов. Ярма такой вообще… Насколько… Тебе просто пишут про обожание Настицы. Что там 40 приятных слов было. Спасибо вам. Но Ярма это немножко подбесило, надо сказать. Какое Настины качество выделяет ее среди остальных? Она просто идеально мне. Ну, качество-то какое, это понятно. А какое качество? Что вам не особенного, что в других людях ты не видишь? Красивая, умничка, заботливая. Заботливая. Заботливая, да? Тебе больше всего это нравится, что я так о тебе забочусь. Ну, нет. Нет, красивая. А что, красивая? А других красивых ты не видишь? Давай так. Сочетание красоты, заботы и ума. Да? Все подсказать надо. Что в Насте оказалось сюрпризом? Что ты думал, Настя не умеет или не может, а она легко это сделала? Надо… Надо… Help from them. Да, это шутка, Настя. Какую help from them? Может быть, они знают лучше, чем я, потому что я пока не искал. А, это шутка, Настя, шутка, шутка. Скажите лопаты, когда с меня… Чувство юмора. Это характер с меня самый лучший. А, да-да-да. Это недостатком я бы отнесла. Да. Окей. Но… Много есть. Но это был сюрприз, когда Настя купила большой-большой скаф из Икеа. Да. Пакс. И построила это… Одна. Одна. Да, в конструкции было написано два человека, а я одна. Но я тогда не была вот там… Тебя не было в городе, да. Да. И она это сделала. Это был большой сюрприз. Я думал, возможно, надо ждать меня. Но нет. Сама все сделала. Да. Очень хотелось мне просто этот шкаф. Нет. Есть ли у Насти черты характера, которые тебе не нравятся? Ответь честно, что бесит в Насте. Сколько часов у нас было? Ничего, да, я так понимаю? Да. Я так понимаю, ничего просто не бесит тогда… Эй-эй-эй, секундочку, секундочку. Камеры упали, все сломалось. Да. Ну ладно, давай. Отвечай. Что там? А ты там написал, что ли, списочек? Да. Она просто не понимает концепт деньги. Тебя это бесит? Нет. Не знает, это сто, это тысячи или десять тысячи. Все равно, Нашенька. Нет. Только не смотрит, как это. Какая цифра… Не цифра, это по-советски. Цифра. Цифра. Есть там. Это тебя бесит? Да. Ну не ври тебе, это не бесит. Да, бесит меня. Когда мы говорим, сейчас надо save. Не знаю такое слово по-русски. Ну да. Я не знаю, что это значит, поэтому. Я не знаю такого слова. Да. Это бесит меня. Когда ты совсем не слышишь, что я говорю тебе про денег. Тебе только это бесит во мне? Нет, я спросил, сколько часов у нас есть. Давай, давай, я все вырежу, но ты рассказывай. Ну нет, иногда вот это, как организованно наш дом должен быть, это бесит меня. Потому что если я забыл шкаф открыть, а почему это шкаф открыт? Это если ты забыл закрыть. Не, ну классно. Открыл полочку и оставил ее открыть. Может быть, я забыл это. То есть тебя бесит, когда я... Ты всегда это забываешь. Нет. Нет. Нет, 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 нет. То есть тебя бесит, когда я тебе напоминаю, что ты что-то забыл. Да. Да. И всегда поменяешь. И это маленькие вещи. Часто вот это меня бесит. Да. Я не так организованный, как тебя, но никто не может жить сто процентов идеально с тобой. Потому что... Ой, ну Максик. Что это Максик? Расчихался. Потому что ты перфекционист. Всегда что-нибудь неправильно. Вот эта ручка вот так. Должен быть вот так. Я просто тревожный человек. Зачем ты меня тревожишь? Делай, как я говорю, как мы уже говорили об этом. Все. Все, закончили. Изменилась ли Настя с того времени, когда она стала блогером? Ну, не как характер. Не как... Характер нет? Нет. Но только ты сейчас больше времени идёт с тобой в мобильный телефон, в ноутбук, в социальные медиа, что там происходит. Ты бы поменял в Насте что-нибудь в характере или во внешности? Нет. Ничего бы не поменял? Может быть что-нибудь, что я... Если шкаф открыт, это не всегда... Ты хотел бы, чтобы я пошла и закрыла его просто, да? Да. Ты живёшь в каком-то фантазийном мире, конечно. А во внешности? Нет. Нет, всё ничего не поменял бы. Какого цвета у Насти глаза? Зелёные. Я знаю. Какие качества есть у Насти, но нет в тебе? Ну, Настя сказала, что я тоже заботливая или планирую, но ты очень заботливая. Тебе нет такой заботы, да? Нет. Да, кстати, я могу подтвердить, нет. Потому что когда ты болеешь, я у тебя пройду, проверю. Ярма, вот тебе ягодки, витаминчики, тебе чай, клюквенный. Ты просто лежишь, ешь вкусняшку. Приятно, да, когда тебе заботиться приходит? Да. Когда я болею, чай... Ярма, можно ещё... Тебе уже всё ещё что-нибудь надо? Вот. Я пожаловалась. Я недавно болела, тут один день целый. Пытка, наверное, для тебя была. Я много сделал тогда. Чай? Суп приготовил, да? Ты мне суп куриный приготовил. Да. Я вообще не ожидала, если честно. Потому что... Ну, правда, очень... Был пересолёный. Сначала я говорю, Ярма, давай разбавим водой. Нет. Это неправда. Да, ты так знаешь, что... Окей. Ты принёс кипяток и мне в чашку... Нет. Я думала, ты на меня его выльешь. Нет, это неправда. Правда? Почему ты мне неправда говоришь? Так это правда, Ярма. Нет, это неправда. Да ты чувствовал, что... Это как я почувствовала, ты подошёл ко мне с чайником, вот так вот начал лить его сверху, что всё начало разбрызгиваться. Видишь, как страшно было? Думала, ты на меня хоть что-то вылить. Это неправда. Правда. Итак, следующая секция. Вопросы про отношения семейные. Вопросов получилось очень много. Я даже не знаю, как там всё это вместить, как мне получится нарезать. Будет это вообще больше часа или как? Ну, если что, смотрите, терпите. Сами спрашивали, вот теперь получаете ответы. Будет долгое видео. Ярма, какое первое впечатление, когда увидел Настю? Не помню. В смысле не помню? Это шутка, Настя. Опять. Чисто юмора. Вот это самое. Ну, давай, давай, говори. Ну, давай, давай, говори. Ну, офигенно просто. Просто офигенно. Ну, давай подчас там расскажи. Какое первое впечатление? Вот я захожу, нимфа вокруг меня светится. Я тебя учила. Ну, это был, тогда это был The Other Side. Да. Ну, я сидел там в... В баре. В баре с друзьями. Я видел, видел, а ты приходила, сидела. Ну, кто она? О, спросил вот это. Друг. Которая была твоя друг. Твой, мой друг, да. Кто она? Ну, меня интересует. Он сказал, я знаю ее. Хорошо. Ты будешь вот нас... Да, а какое было первое впечатление у тебя, ты когда увидел, ты подумал, это самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни. Ну, что-то типа того. И время остановилось, или вот такое что-то было, да? Ну, красивая девушка. Ну, обсуждали же это явно. Следующий вопрос? Я не буду сказать, вот это Halo. Нет. Скажи об этом Halo. Как ты думаешь? Все. Когда понял, что влюбился? На третье свидание. На третье? Угу. А ты говорил мне на второе. Третье. А где мы были на третье свидание? На второе или третье. Я согласен. Когда я шла по малой конюшеной? В белых джинсах и в черной кофточке? Ну, это было первое свидание. Это было первое свидание. Так тогда ты и понял, что влюбился. Ну, тогда я понял, чтобы... Ты же, ну, вот это и влюбился. Ты мне тогда это сказал. Ну, да. Может, это первое свидание. На первом свидании понял. Ну, ничего. Ну, пока я тебе не скажу, да? Ты же не знаешь ничего. Какая тема всегда вызывает горячие споры? Денег? Нет. Да. Неправда? Да. Да. Когда мы последний раз спорили про деньги? Ну, сейчас, пару месяцев. Да. Даже когда я все потрачу, я не спорили про это. Да. И не надо думать по-своему. Не надо мне навязывать свои миссии. А что сейчас в России? Ярма, все. Вот давай мне... Локдаун. Вот это точно не пойдет туда. Да. Да, да, да. Как тебе живется с такой замечательной, очаровательной женой? Отвечай. Ну, это замечательно. Легко. Да. Супер. Ну, тебе нравится? Ну, супер. Я сказал. Да. Нравится. Сказал. Как вы считаете, надо ли баловать жену? И какие сюрпризы вы делали? Часто высказываете свое недовольство? Ну, это важно, сделать сюрприз. Я хочу вот это сделать. Я планирую благо сюрпризов. Не всегда, но когда я сделаю сюрпризы, у меня мисль сзади это все. Я думаю, это важно. Угу. Как это другой вопрос был? Какие сюрпризы вы делали? Ну, подарки. Путешествия и сюрпризы. Ну, пар сумков, шубы. Какие шубы? Шубы. Обувь. Обувь, каблуки. Ну, то есть ты мне делала подарки, как сюрпризы? Ну, я не всегда помню все, потому что я дал много. Господи, я сейчас с тобой разговариваю, как будто не знаю, что ты за человек вообще. Что ты мне дал? Потому что я дал много и не все помню. Ты не помнишь, что ты мне подарил? Это не. Да ты каждую кофточку помнишь. Настя, а вот та кофточка. Я говорю, Ярма, она старая, ее же нет. Ааа, ты выкинула. В десятилетней давности там типа того. Ну, не все помню. Да помнишь ты все? Ну, идея. Идея. Надо подумать, что подарит. Это важно. Ну да. Часто вы сказываете свое недовольство? Ну, иногда. Ну, иногда. Нет. Я не ту идею. Нет. Я говорю открыто. Если что-нибудь я думаю… А я даже не помню, что ты мне говорил, тебе что-то не нравится. Ну нет. Только ты мне просил не тратить так много денег. Ну да. Вот денег. Помнишь? Вот это единственное твое недовольство было, которое Настя, ну хватит, остановись. А так вот даже не помню. Ну, я помню, когда это было два дня назад про шкаф. Вот здесь опять открыт. Так это мое недовольство. Конечно, ты открыл. Открываем ящик и оставляем его открытым. А я потом хожу и закрываю. Это тогда, это потом мне было закрыто. Потому что я что-нибудь сделал тогда. Ты потом специально оставлял их открыты. Ну, один сделал. Вот, кстати, ящик, который твоя тумбочка прикроватная, ты всегда оставляешь. Каждое, каждое утро он открыт. Неправда. Каждое утро. Неправда. Я знаю, что буду делать? Неправда. Я теперь буду фотографировать и каждое утро тебе прислать фотографию этого ящика. Давай, сделай. Счастливы ли вы в браке? Да, очень. Какой, какой вот это opposite. Да, противоположность. Что укрепляет брак или разрушает? Trust and respect. Keeping each other happy and supported all the time. Ярма, вы работаете над вашим браком? Ну да. Каждый день. Твое первое впечатление, когда познакомился с Настиной мамой? Ну, я думаю, это было бы приятно. Но тогда я не очень много говорил по-русски. Это было, это было, ну, как ты сказала тоже, встретишься с моей мамой. Да, это было не так легко, но приятно было. Вот все равно. Какой самый классный подарок тебе сделала Настя? Книга. Ну, какая книга? Ну, вот эта книга. Я знаю, ты сказала, есть подарочек, а потом есть книга. Ой, это плохо. Но… Есть хороший подарок, есть плохой подарок, а есть книга. Ну, это книга специальная. Это 55 причин, ты любишь меня. Да, я сама ее сделала, сама сверстала, вообще просто все, я только отдала ее в типографию и ее напечатали в единственном экземпляре. Ну, это было шумасшедшее. Да. Очень классно. Да. Но в последнее время, ну, хочу сказать вот это, новенькие ботинки. Я, во-первых, был вот… Кроссовки? Да. Лабутены? Я не уверен. Но сейчас… They're growing on me. Ну, я думаю, очень классно тоже. Как долго ты думал, прежде чем решил, что готов быть Настяным мужем? Много лет. То есть, так долго тебе это заняло время? Угу. Столько сомнений было, да? Вот это, кстати, меня еще тоже бесит. Мне было сразу понятно, когда я зашла в бар, что, ну, идеально… Ну, честно говоря, у меня тоже была травма с предыдущими отношениями. Это… Ну, да, надо было, наверное, поэтому… Да. Да. Кто в вашей семье главный? Я. Угу. Ну, правда! Да. Ну, давай скажем правду тогда, кто Яром. Я. Да? Да. Да. То есть, мы все делаем, как ты хочешь? Да. Должно сделать. Ну, и замечательно. Как вы относитесь к изменам в отношениях? Яром сейчас такой, да хорошо отношусь, почему нет? Пусть будут. Супер! Давай! Продолжаем вот так. Нет, нет, я думаю, это не хорошо отношения. Нет. Были ли опасения, что Настя откажет, когда делал ей предложение? Нет, никакого. Ты знал, что я скажу «да». Ну, я так думал, сто процентов, чтобы «да» будет. Потому что там было чуть-чуть времени, когда я должен вот это сделать уже, что в конце концов… Да, уже было бы пора, уже полгода как пора. Критикуешь Настю привычки, увлечения одеждой? Нет, нет, это не так. Скажу иногда, что мне не нравится, но не так критикую. Скажу только, как я думаю, но это не критика. Как изменилась Настя в браке? Что изменилось в тебе благодаря Насте? Нет, ну, только, как я сказал раньше. Может быть, ты сейчас, потому что ты работаешь много, ты больше времени на мобильный и на ноутбуке. Ну, после свадьбы я не поменялась, такая «Ах, все, теперь я замужем? На тебе, правда, теперь я покажу тебе, какая я». Нет, нет, я изменилась, как ты думаешь? Ну, изменилась с переездом, скорее, в Швецию после брака. Ну, просто стиль жизни здесь поменялся. Когда в последний раз говорил Настя «Я тебя люблю»? Это очень редко для меня, когда она это скажет. Это долго уже, по-моему, это был последний суббот. Я думаю так. Ты мне говорил? Ты мне говорил. А ты мне? Ну, тогда тоже. Ну, вот давно? Давно! Ты всю неделю не любишь. Какие правила хотел бы ввести в вашей семье? Должен меньше времени стоять на мобильном телефоне. А, меньше времени проводиться? Меньше. У меня было много. А, да! Да-да-да! Мы должны говорить больше по-шведски, по-русски вместе. И Настя должна всегда сделать, что я скажу. Некоторые желания просто не суждено сбыться. Дальше. Общий вопрос. Да, общий. Быстренько. Быстренько пройдемся, может быть, и уложимся вообще в карту памяти. Да. Декстер любит тебя так же сильно, как Настя? К сожалению, нет. Какие качества тебе нравятся и не нравятся в людях? Ленивые, арогантные люди мне не нравятся. Ленивые и высокомерные? Арогантные. Ну, да. Да. А нравятся? Full of life. Жизнерадостные. Да. Радостные люди. Ну, да. Такие всем нравятся. Да. Что ты думаешь про русских? Ну, мне нравятся русские люди, но только вот это... Арогант. Там есть вот некоторые типы... А, есть ли высокомерные? Есть такой типы русских людей. Да. Даже не высокомерные, а вот такие вот наглые типа, которые с пинка открывают двери, вот такие без уважения к людям. Такие люди мне нравятся, но вообще я люблю русские люди. А с чем связана любовь финских мужчин к русским девушкам? Почему нет? Но они красивые, они заботливые и секс тоже неплохо. А с финскими плохо? Ну, это лучше все. Да? Да. Интересно. Твоя реакция, если бы Настя принесла домой еще пару котиков? Куда вы будете переехать? То есть мне тогда надо квартиру новую искать? Да. Новый дом. Новый дом, да. То есть если я хочу переехать, я тогда везу котиков? Окей. Да. Если вот это ты хочешь, вот тогда пару котиков. Три это достаточно, Настя. Понимаешь? Да я понимаю. Да? Слышишь ли мужскую дружбу или семья важнее? Семья важнее. Спой любимую песню из детства. Никогда будет. Never gonna happen. Потому что, во-первых, я не могу спеть. И я не помню, какой это был любимый. Тебе нравится говорить на русском? Да. Ты рыбак? Какую самую большую рыбу поймал, за исключением Настеньки? Ну, я поймал Настю, но я не рыбак. Вот это был толком. Как же не поддержать... Вот, кстати, интересный вопрос уже. Это последний вопрос. Последний вопрос. Как же не поддержать мужа в сложный период? Например, если финансовые трудности или он потерял работу, что в такие моменты мужчина хочет получить от женщины? Ну, я пробоваю по-русски, если это возможно, мы сделаем это по-английски. Если бы такая ситуация, тогда это очень-очень важно, чтобы жена поддерживает мужа. Но все будет хорошо. Все сейчас смотрел, ничего не будет хорошо. Только вот скажет. Может быть, скажет, окей, это неправда тогда. Но только вот скажет вот это. Потому что тогда человеку нужны положительные эмоции. И только скажет, в конце концов, все будет хорошо. Если не будет, все равно не будет так плохо. Ну, в такой ситуации, это очень важно, чтобы поддержать мужа или мужа. Потому что, в то время, 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 что происходит, что которую милю за головой, в то время, и пикает, в то время. и с плотажей спирает. В то время, что ты должна быть там, какая-то пильная хрена, и показывать который, что это не будет так плохо. Я здесь, с тобой. Мы решим это, вместе. Ну что, Ярва? Ну, что, Настя? Ты справился с таким просто длиннющим. Ты устал, ты заслужил допить свое вино. Может быть, даже поесть что-нибудь вкусного. Ты такой молодец, что поддерживаешь меня и поддерживаешь мой канал, чтобы он развивался, отвечаешь на вопросы. Но я не знаю сколько, мы довольно долго с тобой сидели и ты все это выдерживал. Поэтому, кстати, к вопросу, поддерживает ли меня муж в ютубе, такой очевидный ответ. Не то, что поддерживает, а прям супер как-то поддерживает. Поэтому, что требуется от вас? Поставить лайки, написать замечательный комментарий, какой Ярва молодец. Может быть, не молодец. Да молодец, как нет. В общем, поддержать его и сказать ему спасибо за то, что он тоже в этом поучаствовал, потому что у него был свой длинный рабочий день, после которого он сидел еще пару часов, тот отвечал на наши вопросы. Развлекал нас. Все. На этом буду с вами прощаться. Ярва тоже будет прощаться. Мы пошли. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все вместе. До новых встреч. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»